Новый УЗИ-аппарат стоимостью 10 миллионов рублей получили в Брянском областном клинико-диагностическом центре. Предназначен он для диагностики опухолевых процессов на ранних стадиях. Алексей Сипенко первым взглянул на новейший ультразвуковой аппарат. С виду новый аппарат ультразвуковой диагностики мало чем отличается от основного паркоподобной техники. Та же стойка, набор блоков, экран и ультразвуковой датчик. Стандартный набор функций, включая доплеровский. Кроме широкого жидкокристаллического экрана, самая главная функция прячется внутри аппарата. Лучший прибор в своем глазе, потому что данная технология, которая есть в него, пока что еще не превзойденная. Ее никто еще не может повторить, хотя уже все пытаются. Это именно так называемая эластография с двиговой волны. То есть мы можем определить эластичность или жесткость ткани. То есть жесткость эластичной ткани позволяет судить, во-первых, о каких-то опухолевых процессах. Во-вторых, можно говорить о жесткости ткани при таких заболеваниях, как гепатит, цирроз. То есть определить жесткость ткани либо какого-то объекта, либо целого органа. 2013-й для специалистов диагностического центра оказался годом развития материально-технической базы медучреждения. Диагностический центр попал в федеральную целевую программу ликвидации последствий радиационных аварий до 2015 года. И в рамках этой федеральной целевой программы в 2013 году было выделено около 40 миллионов рублей по линии МЧС при софинансировании с бюджета Брянской области. За эти миллионы клиникодиагностический центр успел приобрести четыре современных диагностических прибора. Прежде всего, это компьютерный рентгеновский томограф, который сейчас монтируется и устанавливается в рентгенодиагностическом отделении. Это два ультразвуковых аппарата. Один из них вообще уникальный для Брянской области. Это аппарат в первой такой Брянской области с тромбоэластографией, который позволяет проводить дифференциальную диагностику опухолевого процесса. И это аппарат, второй ультразвуковой аппарат для диагностики заболеваний внутренних органов. И, наконец, офтальмологический томограф, который позволяет очень хорошо, послойно делать снимки сетчатки. Новый УЗИ-аппарат, как и офтальмологический томограф, уже работает вовсю. Остальное оборудование полноценно включится в диагностику населения Брянской области с началом 2014 года. Алексей Есипенко, Владимир Шалободов, телеканал РНТВ Брянск.